Список, он небольшой, один и тот же. Там потребности в отдыхе, в расслаблении, в безопасности, в принятии, в понимании, в любви тоже, чтобы вот кто-то со мной побыл. Простые, нормальные человеческие потребности. Дальше что происходит? Мы их не осознаем, они не реализуются, я их реализую кровьим путем. Ну а что я такой плохой, пойду напьюсь? Ну подожди, ну ты бесконечно любим. Ты можешь напиться, но ты любим. Добрый день, дорогие друзья. Нередко христиане сталкиваются с такой проблемой, что из раза в раз на таинстве покаяния, на исповеди они произносят одни и те же грехи. Конечно, всегда можно сказать о том, что причина этого в нашей слабости, в том, что мы не можем исправиться, и, наверное, в чем-то здесь будет правда. Но, может быть, есть и какие-то другие причины у этого. И именно поэтому сегодня мы решили поговорить об этом не со священником, а с психологом Марины Филоник, руководителем образовательного проекта «Психология для церкви». Добрый день. Здравствуйте. Как вы отвечаете на вопрос, почему так происходит? Почему из раза в раз на исповедь люди приходятся одним и тем же? Ну здесь много слоев этой темы. Тут, может быть, надо было бы вообще сначала обсуждать, что такое грех, и я сейчас не буду подробно это делать, а еще грехи на уровне явных внешних поступков, на уровне поведения, ну вот действия. Ну вот ты изменял жене, ну вот ты, не знаю, покаялся и решил все-таки больше к той женщине не ездить. Может быть, у тебя останутся желания, стремления, неутоленности в твоей семейной жизни, но поведенчески ты ездить физически перестал. Это относительно, как будто бы, посильная задача, я не скажу, что это легко, но это, то есть обычно такие грехи годами не поведают, как правило, в бытовом каком-то режиме. Или, не знаю, что еще там, ну убил, ну что-то такое, ну как бы, ну больше вот уже, может быть, не делаешь этого. А то, о чем вы говорите, вот что-то наша такая бытовуха, когда действительно одно и то же, паки-паки, сколько можно, и список можно, это же давно эти байки, что список можно распечатывать, там, или смс-ку высылать, и, в общем, скрины, короче, и все одно и то же. И здесь важно, я позволю себе переформулировать, что если я скажу не повторяющийся грех, а повторяющаяся проблема, повторяющаяся трудность, повторяющийся симптом какой-то, что-то, что я в себе не хочу, но опять это делаю, по слову Пустого Павла, да, что не хочу, то делаю, бедный я человек, а что хочу, то не делаю. У меня есть такой хрестоматийный пример, полуметафора, про то, что, может быть, я снова и снова ем пять тортиков по ночам. Можем сказать, что это грех, страсть, чревоугодие и так далее, это тоже действие, оно даже по направлению поведения выражается, я не просто хочу, я их ем, и потом, может быть, раскаиваюсь и так далее. Здесь важно всегда отличать, чтобы там не было какого-то психического расстройства, например, булимии на этом примере, но если мы говорим про более-менее здорового человека, то есть какая-то повторяющаяся проблема, которую я снова и снова приношу, что значит, я исповедую, значит, я это в себе не хочу, и я почему-то опять это делаю. И может так быть, это важный момент, что за вот этим повторяющимся симптомом, повторяющимся действием, повторяющейся трудностью, повторяющейся проблемой стоит что-то, мы называем это второй слой потребности, какая-то, возможно, неудовлетворенная потребность, которая напрямую не реализуется, а реализуется кривым способом. И за счет того, что она не реализуется напрямую, а реализуется кривым способом, это бесконечный повтор. И здесь можно провести аналогию с грехом как действием мимо цели, и вот тут мы, может быть, сойдемся в говорении на разных языках, грех или психологическая проблема. Вот грех как действие мимо цели, а я скажу симптом, психологическая проблема как кривой путь реализации потребностей. И на этом примере с тортиком я просто приведу пример, чтобы было понятно, о чем здесь идет речь. Вот я много лет исповедую пять тортиков по ночам. И можно провести такую практику, упражнение, приглашение к большей осознанности, к тому, чтобы поискать, что же я на самом деле хочу. Это сложно. Если бы это было так легко, расслышать свою настоящую потребность, то не было бы так долго повторяющегося действия. Это значит, что она глубоко сидит в бессознательном, я ее сейчас не могу расслышать, я могу пытаться это делать. Вот пытаться туда пролить свет и расслышать. Что бы это могло быть? Мы делаем такие упражнения со студентами на наших занятиях, когда проходим тему про работу с желаниями как раз. Вспомню эту свою ситуацию. Или когда она у меня возникает, наступила ночь, и у меня тянется рука, есть там четвертый, пятый торт, или я только иду к холодильнику. Остановлюсь в этот момент, замедлюсь. И попробую осознавать себя сейчас. Вот тут очень важный момент. Не борюсь с этим, не ругаю себя, что я опять согрешаю пятым тортом. Не гноблю себя за то, какой я жуткий грешник, я же покаялся, батюшке обещал, и вот я опять. Нет. Это обычно только не помогает, а мешает. Еще больше усиливает это действие, когда я себя подавляю или ругаю, или пытаюсь бороться. Значит, исследовательскую позицию. Наблюдаю, исследую, не ругаю, исследую. Мне нужно особую лупу направить, пролить свет и посмотреть, что там. Хорошо, у меня рука тянется к холодильнику, пятый торт. Стоп, осознаю себя, что там со мной происходит. И вот здесь нужно очень медленно, внимательно себя спрашивать, а что я на самом деле хочу. Часто даже телесно, не случайно, вот в этом примере он такой пищевой протел, но это часто там, я не знаю, я хочу опять позвонить и на тебя наорать. Я там впадаю опять в то, что я осуждаю, какие они все тут жуткие. Стоп, внимание к себе. А что я на самом деле хочу? Что за этим стоит? В чем я нуждаюсь там? Какова моя потребность? Что я там хочу? И здесь нужно медленно снимать слой за слоем, потому что первый ответ будет, ну я хочу торт. Хорошо, а что еще? А может быть что-то еще? Ну, мне хочется приятных ощущений, потому что у меня все достало и вообще. Хорошо, тебе хочется приятных ощущений, тебе все достало. А что еще? Следующий слой, вот эти слои снимаем. Ну, вообще у меня был тяжелый день, мне хочется расслабиться, и у меня какое-то столько напряжения в теле, и я не знаю, куда себя деть. Я не нахожу себе места, и поэтому, чтобы хоть как-то вот эту вот такую неусидчивость куда-то деть, я иду к холодильнику. Ага, отлично, есть неусидчивость, есть какая-то тревога, беспокойство, и хочется как-то успокоиться. Слышите, как меняется запрос? Торт, усталость, тревога, успокоиться, беспокойство. И дальше, дальше можем идти. И даже если мы здесь остановимся, даже если мы здесь, но там, скорее всего, еще будут слои. Хорошо, может так быть, что потребность моя, это очень часто. Вот очень часто ответы простые. Вот за тем, что какой-то великий грех там, вот очень часто простые очень потребности стоят. Вот, кстати, как думаете, какая топовая? Топовая потребность? Да, чаще всего. Вот мы начинаем копать у людей, и какая прямо номер один вылезает у людей потребность? Даже предположить не могу. Не поверите, в отдыхе. Очень часто истощенность, усталость, я настолько задерган, измучен, мне хочется паузы, отдохнуть, и у меня нет способа отдыхать, я не знаю, как отдыхать, я не умею отдыхать, я не умею расслабиться. Усталость и напряжение в очень широком смысле. Это напряжение может быть от тревоги, от злости, от истощения. Очень много связано с истощением. И вот я хочу сбросить это напряжение как-то. И тогда я иду, не знаю, в порнозависимость, в алканаркотему, в пятый торт по ночам, в деструктивные какие-то вещи, или звоню подруге, поливаю грязью, какие все гады, а потом каюсь опять, я согрешила осуждением, бла-бла. Но что я этим делал? Я совершал нечто, зачем стояли другие, второй слой потребности? Я реализовывал кривым путем какую-то важную, простую потребность. Если я распознаю, очень часто это мы просто проводим, каждый год, когда это со студентами, нам пишут потом в чат эти свои потребности. Это потрясающе. Там список, он небольшой, один и тот же. Там потребности в отдыхе, в расслаблении, в безопасности, в принятии, в понимании, в любви тоже, чтобы кто-то со мной побыл, чтобы у меня одиноко, чтобы кто-то дал мне внимание, кто-то со мной поприсутствовал. Простые нормальные человеческие потребности. Дальше что происходит? Мы их не осознаем, они не реализуются, я их реализую кривым путем. Это очень красивая штука, поэтому можно разматывать, если есть повторяющаяся проблема, пауза, осознанность, еще раз, еще раз, еще раз. Без иллюзий не будем думать, что с первого раза ты отмотаешь сразу в корневую потребность. Нет. Но снова и снова задаюсь этот вопрос. И дальше что? Если я нашел, что потребность в отдыхе, попробую начать отдыхать. Не умею отдыхать, не знаю как. Буду искать способы. Попробую больше отдыхать. И, скорее всего, будет уходить пятый торт. Но будет сначала 4 торта, немножко отдыха. Но будут изменения. И можно здесь было бы еще, наверное, говорить, если мы говорим про грех, исповедь Бога, молитву и в таком духовном измерении эту же тему, то, конечно же, можно вносить это просто в свою молитвенную практику. Ну, не просто, но. Когда я, может быть, с кем-то или один сам в своей молитве личной приду к Богу с этим. Я это называю, сниму корзинку с головы и принесу корзинку Богу. Сниму со своей головы захваченность пятым тортом, положу в кор... или захваченность осуждением. Это что значит? Осознаю, что у меня сейчас я опять влетел в напряжение, опять я хочу всех поубивать и осуждаю, какие все ужасные. Там за этим, скорее всего, стоит какая-то большая потребность, чего я от людей не получаю, поэтому они такие ужасные на полях. Хорошо. Осознаю, сниму с головы. Что значит сниму с головы? На голове это, когда это мной владеет, и я этим захвачен. Я говорю, подожди, давай снимем, положи это в корзинку. Что значит положи в корзинку? Тоже метафора. Ну, как бы возьми в руки, посмотри на это. Сними, посмотри, скажи, да, принеси эту корзинку Богу. Скажи, да, Господи, вот сейчас у меня опять желание есть пятый торт. И я пока не знаю, что с этим делать. И тут могут быть разные вещи. Я могу сказать просто отдать. Вот я тебе отдаю, ты что-то с этим сделай. А могу, если в рост того, что мы сейчас говорим, то хорошо, я приношу тебе сейчас в корзинке эту свою ненависть ко всем людям вокруг и эту свою сексуальную зависимость и желание снова сидеть на порно-сайтах. И приношу тебе желание осуждать людей. И мне очень хочется позвонить подруги, рассказать, какие они все жуткие. И приношу тебе пятый торт, который я уже почти съел, но еще кусочек остался. Вот я с этим перед тобой. Сделай с этим что-нибудь. Или следующий шаг, или какой-то еще шаг. Господи, пролей свет мне на меня самого. Покажи мне, а что там за этим стоит? В чем нуждается мое сердце перед тобой сейчас? Какова моя вот эта вторая слоя потребности? Какова та дыра? Какую пустоту я этим закрываю? Что там? В чем я так нуждаюсь, что я делаю вот это кривым путем? Вот туда пролей свой свет. И тоже могу просить Бога, чтобы он показывал мне вот этот мой второй слой, что там за этим стоит. И не будем думать, что это вот так на раз делается. Конечно, нет. Но я уверена, что это может быть важным процессом тоже. И тоже важный момент, что может быть я не исцелюсь с первого раза уж точно. Но это может очень продвинуть мои отношения с Богом в том числе. Как-то так. Да, очень интересно получается, что вместо механического повторения одного и того же на каждой исповеди, может быть даже не избавившись от того, что мы будем повторять на исповеди, но если мы будем пытаться искать причину, мы тем самым и входим уже в совсем другие отношения с Богом. Хотя, казалось бы, да, и результат может быть одним и тем же. Очень любопытно. Да, но тогда что будет результатом? Нам хочется, чтобы результатом было избавление меня от проблемы. А может быть результатом станет, как у Иова, понимаете, не избавление от проблемы, а что-то другое. Да, но я более честно, открыто буду с Богом, да. И я вспоминаю случай такой трогательный, красивый. Много лет назад мне написала женщина из другого города. Я была так тронута, что рассказывала потом об этом на рождественских чтениях Храни Христа Спасителя, похоже, в 2018 году. Женщина делилась о том, что она зависимая, по-моему, алкогольная зависимость, и она работает с собой, скорее всего, по программам разума, и борется с этой своей зависимостью. Ну и, как обычно бывает, что она там борется, срывается, вот какой-то такой процесс. И, кажется, она участвовала тогда в семинаре, который я проводила, про то, чтобы побыть под взглядом любви, встретиться с тем, что есть тот, кто тебя любит под взглядом любящего Бога. Есть такой у нас один из семинаров. И, да, скорее всего, была связка такая, что она была на этом семинаре, она делится потом, говорит, представляете, вот в какой-то вечер я хотела выпить, и я знаю за собой, что обычно, когда у меня вот такое сильное желание выпить, ну, обычно я все-таки не удерживаюсь и иду. И она пишет, что в тот вечер я уже было пошла к холодильнику или куда-то, а потом остановилась и, говорит, я вспомнила, как сильно меня любит Бог. Меня, пьющую, меня, которая сейчас собралась опять выпить, насколько он меня любит. И она так как-то ее так это тронуло в этот момент, что она просто остановилась и не выпила. У нее, но она не выпила не потому, что она поборола себя, как она всегда это делала, а она не выпила просто потому, что саму эта необходимость выпить отвалилась, потому что она осталась в этом переживании любви Божьей к ней. Понимаете, как это работает? То есть не только отношения все-таки измениться могут, но и грех с исповедью. Ну да, конечно, Богу не жалко дать тебе еще и избавление от симптома, но это тоже про второй слой. Это тоже про то, что мы часто боремся с проблемой, а решение оно в другом месте. И часто, как я сказала, потребность в отдыхе, в том, чтобы снять тревогу, напряжение, а и часто еще более глубоко потребность в том, чтобы чувствовать себя любимым. И я такой неудовлетворенный, вот какой-то вот я плохой, вот это все, понимаете, как вредно самообвинение, вот это самоогнобление, я такой ужасный, потому что оно только будет заставлять потом, как следствие, еще больше напиваться. Ну а что я такой плохой, пойду напьюсь? Ну подожди, ну ты бесконечно любим. Ты можешь напиться, но ты любим. Понимаете? Ну и хорошо, я... Да, спасибо большое за такой глубокий ответ на этот вопрос. Спасибо. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Марины Филоник, все ссылки вы найдете в описании. Также мы хотели бы поблагодарить за место для съемок Культурно-посудительский центр, книжную палату в Черниговском. Мы сами покупаем здесь книги и вам советуем. До встречи в следующих видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok